19 югорчан претендуют на участие в паралимпийских играх в Токио и на Сурдлимпиаду в Бразилию. Отбор спортсменов в сборные страны пройдет в июне и июле. А сегодня в Ханты-Мансийске соревнуются спортсмены за право попасть в окружные команды по легкой атлетике спорта глухих, слепых и лиц поражением опорно-двигательного аппарата. Окружное первенство собрало в этот раз рекордное количество участников – более 200 человек со всего региона. Выбрать лучшего непросто. На старте самые сильные спортсмены со всего округа. Сегодня все заряжены на победу. Отбор сборной ведут главные тренеры Югры. Так, среди воспитанников Александра Спарцова – чемпионы России и мира, участники Сурдлимпийских игр. И у спортсменов, которые сейчас на старте, есть все шансы попасть в эти ряды. Мы здесь отсматриваем резерв для поездки на чемпионаты первенства России. И отбираем у нас будущих чемпионов. Отбор у нас здесь происходит. Ребята показывают результаты. Мы собираемся тренерским составом, совещаемся. И по итогам этого округа вывозим уже на первенства и чемпионаты России. Вера Козловская – лыжница, призер региональных и российских соревнований. Но в этом году решила освоить новые спортивные дисциплины. Толкание 5-килограммового ядра требует от спортсменов взрывной силы и координации. Вера справилась с броском достойно. Она впервые участвует и ей очень нравится. И решила выбрать такие виды, как толкание ядра, метание диска, метание копья. А бег не выбрала. Сама она у нас в сборной России по лыжным гонкам в состав ходит. Так что она у нас не только спортсменка, еще и красавица. Участников первенства округа рекордное количество – 200 человек. На больших стартах много новичков. Это дети до 18 лет. Из призеров и будут сформированы окружные, юношеская и детская команды. Очень важно, чтобы ребята, когда возвращаются к себе в муниципалитет, они проходили спортивную подготовку у себя в муниципальных спортивных школах. Это очень важно, чтобы тренировочный процесс был непрерывным. И ребята после попадания в сборную округу не возвращались и тренировки не останавливались. На соревнованиях легкоатлеты разыграли медали в метании диска и копья, толкании ядра, прыжках в длину, беговых и трековых дисциплинах. Для третьих участников это начало большой спортивной карьеры. Обладатели первых трех мест в своих дисциплинах войдут в сборные Югры по легкой атлетике, спорта глухих, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых. Татьяна Тюкмаева, Александр Шимолин, Вести Егория, Ханты-Мансийск.